Доброе утро! Кавмин воды. Светлана Александровна с вами. Начнем с самой красоты. Прекрасная моя лилия. Продолжим вот с такой лилии. А эта красота цветет у меня первый раз. Это первая роза на этом кустике. Это молодой кустик. Первый раз зацвел красивая роза. Ни красивых роз или цветов не бывает. А эту красоту вы уже, конечно, у меня видели. А вот это красота. Смотрите, это красота. Обещала вам показать, какой густоты будет мой джим. Ребят, вот такой именно я хотела. По рецепту сюда желатина надо побольше. Я сделала поменьше. Обязательно дам рецепт. Девчонки, уже последний штрих сейчас сделаю. И все, и я выезжаю. Сегодня мы едем за пшеницей. Надеюсь, деньги не забуду. Там карточкой не расплатишься. Еще надо посмотреть нам фильтры на бассейн. И фильтр на пылесос тоже нужно посмотреть. Губки подкрашиваю. И вперед, девочки. Вперед, вперед. Ну, все, девочки. Едем, едем, едем. Одела такую легкую кофточку. Думаю, что будет хорошо. Прохладненько. У нас жара, ребятки. Ну, не могу сказать, что у нас 35. Около 30. Ну, не плачу. Мне еще жара не надоела. Я еще, кстати, даже в бассейне не накупалась. Да, еще хочу сказать. В планах море. Очень хочу на море, ребят. Подышать этим воздухом. Очень хочу на море. Но сейчас едем на рынок. Не на море. Все, удачи нам. Дорогие мои, ну, как-то вот так будет, да? Неплохо. Я думаю, эта кофточка... Ну, три цвета можно. Там отделана черным. Я думаю, хорошо, ребят. На базаре примут. Чемодан не убираю, ребятки. Вы видите? Значит, в дорогу точно скоро. Заехали, купили фильтры. Здесь бассейны. Вот здесь брали внуку мы. Тоже велосипеды давно. Все. Едем дальше. Ребятки, покажу вам красоту. Думаю, не у всех такая возможность есть. Вы посмотрите. Эти пушистики. Фу-фу-фу. Чтобы ни одного не сглазить. Какие красивые. А это, наверное, гуси. А вот, смотрите, он хочет с вами пообщаться. Ой, это не утки, по-моему. Утки вот эти. Какие красотулечки. Скажите, товарищ продавец, это гуси или утки? Это гуси. Это гуси. Значит, я еще разбираюсь. Моя мамочка всегда держала. А вот это индоуточки. А продавец, смотрите, какой красивый. Вот, видите? Красота. Ребят, вот было бы где держать, да? Все зависит. Да, муж очень любит. Вот индоу так очень. Они не жирные. А ты прям спешишь. Да, ты спешишь, чтобы тебя показали. Какая красотулечки. По-моему, сегодня пшеницы не куплю для себя. А покажу вам красоту. Вы посмотрите. Так, и это. Да, это вообще шикарный. Хотела прочитать. Гляньте. Вы видите? Нет, такого я съесть бы никогда не смогла. Он бы у меня дома за место собачки был бы. Смотрите. Ну, красота же. Это цыплятки. Да, это и живу, чтобы я... Тоже. Давайте посмотрим еще. Так, смотрите. Как можно есть такую красоту? Да, да. Никогда бы я не смогла съесть такую красоту. Это, вы знаете, вам так кажется. Когда вы зарежете, и будет готовая сметану. А он идет прям... Когда вы уже, как говорится... Фото, фото хочет. Ушонная сметаня. Молодой, да? Красавец. А сколько вот этот большой стоит? А, стоит стоит, нет. Он, это дети продаются. А, а его... А, он витрина, витрина. Красиво. Красиво. Деньги, чтобы платить. Это точно. Там с обезьяной, или... Это точно. Или спаять, или спитолом там... Можно я покажу? Это вот зрители... Это хозяева торгуют. Вот такую красоту держат. Ой, это что-то очень красиво. Ну что, на базаре ничего даже близко нету. Но, общаясь с людьми, получили консультацию. Где можно взять пшеницу. Хорошую, добротную пшеницу. Ребят, поедем. Ну, не очень далеко. Ну, дай Бог, чтобы там была продажа, как говорится, да? Вот. Так что, поедем еще за пшеницей мы с вами в дорогу далеко. Ребят, сейчас возвращаемся домой, домой. Ребятки, дома уже кушать дома совершенно нечего. Поэтому я сейчас быстренько уже поставила отварить сосисик. И сейчас буду делать яйца. Ну, помою, тоже отварю, ребят. Ну, расскажу про ситуацию как раз быстренько. Сейчас вас поверну ко мне, чтобы вы могли меня видеть. На раковину сейчас поверну. И буду рассказывать, что же у меня, ребятки, получается с мукой. В общем, там мужчина продает разную живность. Здесь у нас, ну, я не знаю, сколько километров. У мужа, скажу. У мужа, спрошу и вам скажу. Вот. В общем, надо нам ехать. Там идет уборка пшеницы, ток. И туда привозят. И сам хозяин тока, как бывает, говорит, и днем, и ночью. Вот. И хотим туда проехать. И взять сразу, ну, я не знаю, может быть, мешка три. Вот так хочу взять. Ну, не знаю, ребята, где хранить? Хранить, где это зерно. Вот. Я думаю, что там даже три мешка для них это ничего. Они там тоннами продают. Вот. Вы видите, как тяжело хорошую пшеницу купить, ребятки? Очень тяжело. Поэтому надо сделать хороший запас мне. Правильно же? Правильно. Ой, три мешка, я думаю, на год мне хватит. Я же подмешиваю в белую муку, которая в магазине продается. Обычно, там, я не знаю, первого сорта. Вот. Выше никогда не покупаю. Покупаю, ребят, когда уже нет, вот, обычной пекарской муки. Второй сорт муки, я не знаю. Может быть, и надо где-то поискать. Поищу второй сорт еще муки. Ой, вообще, с каждым разом все хуже и хуже получается. Иди, иди, мой возик. Вот. И хуже, и хуже получается, чтобы для себя что-то купить, ребята. Понимаете? Вот. Я имею в виду хорошее такое, чтобы добротное уже было. Уже если печь хлеб на дому, да, то значит, уже надо хорошего качества печь. А у меня уже закончилось все, моя пшеница уже закончилась, ребят. Купили мы пшеницу в магазине. 40 рублей 800 грамм там всего. Полтавская называется. Ну, оболочку-то сняли. Понимаете? Там написано частично, а снята оболочкой. Ну, а где частично, там вообще ее нету, да, ребятки? Смотрю, прям отшлифованных вернул. Ну, зачем? Продавайте уже настоящую пшеницу. А вот эти, которые вайберис, потом азон, ребят, цены дурдомовские. Там уже такая бешеная перепродажа идет этого зерна. Кошмарно просто. Ну, не знаю. Нам молочник пообещал. Ну, видно, сейчас идет новая вот уборка, а у него уже старая закончилась. Он не везет мне почему-то. А я уже раз попросила, два попросила, три попросила, напомнила. А он не везет. Да-да, привезу. Да-да, привезу. А знаете, я уже четвертый, пятый раз спрашивать не буду. Ну, вот так вот. Мне как-то неудобно надоедать человеку. Раз не везет, значит, есть какая-то на это причина. Так что вот так, ребятки. Готовить мне сегодня совершенно нет времени. Ну, хорошо, что у меня сегодня нет внуков, ребят. И хватит ли у меня, как говорится, времени приготовить еду сегодня. Вот что есть, то и будем кушать. Ну, такой вот макарошки отварить, это, конечно, возможность такая есть. Что там говорить. Вот, приеду, посмотрю на свое состояние. Как я себя буду чувствовать. Я забыла, таблетки даже выпить сегодня с утра. Вот с этим зерном, зерном, знаете как. Ой, ну не буду плакаться. Про таблетки рассказывать не буду. У нас у всех таблетки. Так, все, сосиски закипели. Муж купил, наверное, там с килограмм сосисек. А я ему говорю, зачем ты купил эти сосиски? Кто их есть будет? Ребят, съели. Вообще нет времени готовить сосиски. Видим, второй день. Так, это самое. Муж чем занимается? Ну, мы же фильтры купили. Все, сейчас муж занимается. Меня тут смотрю, пылесос почистил. Вот он пришел, это он промывал фильтр на пылесосе. Там фильтр такой стоит, сеточка. А потом еще прогоняет настоящий фильтр, но это уже на насосе, ребятки. Там тоже менять надо. Ну, бассейн содержать тоже копеечка нужна, ребятки. Тем более мы сейчас не накрываем, что-то тоже разленились накрывать его. В прошлом году муж накрывал постоянно его. А в этом году перестал накрывать. Муха прилетела, надо уничтожить. Так, что с ремонтом, ребятки? Ремонт у нас продолжается. Наверное, все лето будем ремонтировать. Видите как? Вот он уже сейчас выходной, но надо же тоже эти дела сделать. А я, извините, меня машину сама не вожу. Вот, есть водитель. Права есть, ребятки? А машину водить не хочу. Так, на трассе уже не хочу я находиться на трассе. Вот за рулем, когда есть кто возит, не стоит. Не царское это дело. Так, ребят, значит, что хочу сказать. Пол мы практически все, плитку положили. Теперь у нас идут такие вот, где обрезать, где приклеить там, допустим, где-то по низам, по бокам. Вот, и низам. Вот, и низам у нас еще... Ну, друзья, мы приехали на ТОК. Это вот и есть там, где зернышки взвешивают наши. Вот идут машины. Вот при нас это уже, ребят, третья машина заходит. Там внутри стоит машина. Сейчас ее взвесят. И тогда уже они отвезут, выгрузятся именно на зернохранилище. Вот отсюда сейчас должна выехать машина. Ждет ее. А мой муж задерживает. Нет. Вот, поехала машина. И все, ребятки. А муж договаривается. Не знаю, сможет, не сможет. Мне сказал сидеть. Все. Я жена послушная, мусульманская. Поэтому слушаю мужа, ребяточки. Вот такие дела у нас. Потом скажу вам результатик. Девочки, девочки. Ну, если и мальчики, то тоже могут посмотреть. Смотрите, по пути заехала, набрала себе шмоточек. Да-да-да. Кошелечек новый купила. Старый уже в хлам разбился. Заехали. Сейчас возьмем нектарины или, может быть, персики. Что там есть вкусненькие. Помидорчиков возьмем и домой, ребятки. И обстановочка про пшеничку. Сегодня воскресенье. Поэтому нет самой вот продавщицы на кассе. Вот. Поэтому можно брать хоть по одному килограмму. Теперь мы знаем, где брать. Я довольная. Поедем через недельку. Нам сказали, будет четвертый, пятый класс пшеница. И вот тогда мы купим. Понимаете, ребят? Сейчас пока еще идет третий класс. Вот. А мне нужна хорошая мука. Поэтому хорошая пшеничка. Через недельку-две, он сказал, обязательно будет хорошая пшеница. Вот такая ситуация. А сейчас, ребятки, приеду. Как скупаюсь и ляжу отдыхать. А дальше будет видно. Правильно? Правильно. Ну а что? Пока смот у нас будет или нет. Подумаем. Ребятки, купили огромнейшую дыню. Так, сейчас муж вам скажет, что ты хочешь. Размер. А, размер кулака. Да давай пробуем, уже ждем результат. А ну? Ну отрежь кусочек, потом дочистишь. Вот ты любишь интриговать народ. Что? Ничего. Вкусно или ни о чем? Ни о чем. Ни аромата, ни вкуса. Так, дай мне кусочек. Не. Ребят, без вкуса. Вроде кусаешь, что-то вкусненькое. А потом ерунда. Ну, семена мы соберем. Может, у нас вкуснее будет. И мальчики. Куриный чечевичный супчик у меня. Переобулись мы по дороге. Муж говорит, не хочу соус, а хочу чечевичный супчик. Вот я и сварила. Уже готов. Сейчас прокипит. Я добавила специи. Зелень прокипит сейчас. И супчик готов. А еще хватило у меня сил сделать хлебушек. Это предформовочка. Следующая формовочка. И в холодильничек. А завтра свежий хлеб к столу. Какой красивый супчик получился, ребят. Посмотрите. Добавила пасту перцев. Красота. Красота. Все, ребятки. До свидания. Всем хорошего вечера. Продолжение следует. Продолжение следует.